Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Свой первый день рождения отметило Ленинское отделение Союза женщин Подмосковья. Желаю вам, чтобы в вашей организации все время царило солнце, чтобы оно шло с вами по жизни. Врачи Видновской районной клинической больницы продолжают спасать жизни людей. Я изначально почувствовал повышение температуры, озноб и такую ломоту в костях. В Видновской гимназии прошла благотворительная ярмарка. Как без этого жить? Если помогать только себе, выполнять только свои потребности, то ты перестанешь быть человеком. Свой первый день рождения отметило Ленинское отделение Союза женщин Подмосковья. Праздничное мероприятие состоялось в Центральной библиотеке, куда поздравить именинниц пришли близкие друзья организации. Море теплых слов, цветов и пожеланий. Подробнее в сюжете Юлий Пагасьян. Около 15 лет назад в Ленинском тогда еще районе было создано женское объединение. А недавно оно преобразилось в полноценное сообщество, став отделением Союза женщин России. Мы вовлекаем в нашу организацию все новые и новые структуры. То есть женщины бизнеса к нам присоединились и очень активно присоединяются. И так привлекаем женщин, они с удовольствием присоединяются к нам. Женщины вообще не по жизни активные. И поэтому я считаю, что наша организация имеет перспективу. Союз женщин дает прекрасному полу возможность разнообразить свой досуг. Отвлечься, так сказать, от быта. Организуются различные мастер-классы, лекции, совместные экскурсионные поездки, конкурсы. Предоставляется психологическая и юридическая помощь. Мы вообще не получаем новый опыт какой-то, новую информацию. Это очень интересно, это хорошее настроение, это заряд энергии. По случаю дня рождения Союза ее руководитель Елена Ястребова подготовила для своих подопечных и добрых друзей сообщества праздник. Поблагодарила за помощь и поддержку, которая так необходима любой общественной организации. Этот год был годом созидательного, упорного труда. Вместе мы достигли очень хороших результатов. От лица главы Ленинского городского округа, самых активных, женщин Союза поздравила начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Эльвира Ковалерская. Вручила благодарственные письма и пожелала солнечного настроения. Общероссийская общественная и государственная организация «Союз женщин России». Желаю вам, чтобы в вашей организации все время царило солнце, чтобы оно шло с вами по жизни и помогало вам во всех трудных ситуациях. Символично, что день рождения организация отмечает накануне самого главного женского праздника – 8 марта. Поздравить милых дам с этими датами пришел заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников. Институт материнства и детства – это всегда был правильный, хороший направлений в любой цивилизованной стране. Тем более, что в нашем Ленинском городском округе есть такой актив, который уже сегодня празднует годовщину, первый такой юбилей. Это вообще здорово и похвально. Главное, чтобы хватало сил терпения, возможности, поддержки для достижения поставленных целей и задач. На этот год у представителей организации большие планы. Налаживать новые партнерские связи, организовать форум по вопросам семьи. Елена Ястребова уверена – все получится, ведь нет ничего сильнее женской энергии. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. По понятным причинам новости о распространении коронавирусной инфекции отошли на второй план. Но врачи по-прежнему ведут борьбу с этой болезнью. А медики Видновской районной клинической больницы, где проводят экстренные операции, продолжают каждый день спасать жизни людей. 29-летний москвич Дмитрий Евстафьев, хоть и соблюдал все меры предосторожности, но избежать заражения ковидом-19 не смог. Тем более, что прививки он не сделал. По его мнению, коронавирусной инфекцией заразился от родителей, которые позже с поражением легких оказались в больнице. У Дмитрия же болезнь притекала легко, поэтому поначалу госпитализации ему не требовалось. Я изначально почувствовал повышение температуры, озноб и такую ломоту в костях. Собственно, сразу же вызвал врача, сразу же все необходимые меры были предприняты. Выписали мне лекарства, взяли мазок. Все это время лечился дома, пока вот внезапно у меня живот не прихватило. То, что Дмитрий называет «живот прихватило», оказалось аппендицитом. Врачи скорой оперативно поставили диагноз и привезли пациента в Видновскую районную клиническую больницу. Как выяснилось совсем скоро, жизнь Дмитрия была в опасности и дорога была каждая минута. Это был острый хлебомозный аппендицит. Вновим процесс брюшной полости воспаления отростка, которая, если не оперировать вовремя, может усложниться перитонитом со всеми вытекающими последствиями. Несмотря на то, что для жизни пациента ситуация была угрожающей, опытные врачи своими профессиональными действиями внушили пациенту уверенность в том, что все будет хорошо. Собственно, так оно и вышло. Мне было страшно, все хорошо, врач был спокойным, и я был спокойным. То есть он там подшучивал немножко, что-то это самое. Положили под наркоз, а проснулся уже, собственно, и все, нет ничего. Сейчас Дмитрий идет на поправку и ждет, не дождется, когда сможет вернуться домой к жене и дочкам. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновской гимназии прошла благотворительная ярмарка в поддержку семьи Феоктистовых. Все собранные средства будут перечислены нуждающимся. Время для добрых дел в своем плотном школьном расписании нашли как ребята из младших классов, так и будущие выпускники. Подробности у нашего корреспондента Галины Житковой. Масленица, Масленица, широкая Масленица, Сыркородина Генка, сверим хорошенько. Солнечная, сыпная и очень сладкая Масленица получилась у ребят из Видновской гимназии. Вкусные кулинарные творения с удовольствием пробовали одноклассники и учителя. Опытные начинающие кондитеры постарались от души. Что вкусное приготовили? Пахлаву приготовили, лимонные печеньки и торт медовик. Я умею готовить блинчики, оладушки, еще я сама готовила кексы. Благотворительную ярмарку можно смело назвать настоящей выставкой кулинарных талантов мам, бабушек и одноклассниц. Она проходила во время перемен и привлекла немало поклонников домашней выпечки. У меня вот сестра готовила тоже, очень вкусно, там безе было, печенье. Я люблю медовики, всякие хлебополучные изделия, я просто их обожаю. Тем более, еще мама вкусила медовик, я ей тоже панцовый скок взяла. Теплым, добрым, по-настоящему семейным получился праздник гимназии. Не только с угощениями, но и танцами. Вкусно перекусив, младшие школьники не отказали себе в удовольствии активно подвигаться перед уроком. В нашей школе мы не просто хорошо учим детей, мы их учим самым главным, наверное, качеством, которые помогают человеку остаться хорошим человеком в этой жизни. Это доброта, отзывчивость и милосердие. И мне кажется, в наше время это наиболее актуальные качества. Среда в масленичном календаре значится как лакомка. День, когда можно и нужно вкусно поесть. А если еще и сделать доброе дело, то время потрачено не зря. Все собранные средства будут перечислены семье Феоктистовых, в которой трое детей остались без мамы. Как без этого жить? Если помогать только себе, выполнять только свои потребности, то ты перестанешь быть человеком. Нужно быть добрым, честным, всегда. Очень вкусная масленица получилась у ребят. С такими праздниками родителям можно не переживать, что дети в школе будут голодными. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Уже более двух лет совместный проект «Историко-культурного центра» и нашего телеканала «Стихи живут повсюду» шагает по Ленинскому городскому округу. 33-й выпуск было решено записать здесь, на студии Видное ТВ. И вот что из этого получилось. Уже более 25 лет телеканал «Видное ТВ» рассказывает о самых значимых событиях муниципалитета и его жителях, их проблемах и достижениях. За эти годы в эфир, помимо выпусков новостей, вышло свыше 20 авторских передач. Мы первые среди региональных телекомпаний стали работать в прямом эфире на важных мероприятиях. А за последний год провели сразу два многочасовых благотворительных марафона. Проект «Стихи живут повсюду» – наше совместное творчество с Видновским историко-культурным центром. Мне кажется, все русские люди любят поэзию. Мы воспитываемся на стихах Есенина, Блока, Пушкина. И мне кажется, это как раз те поэты, которые нас учат русскому слову. Сегодняшние первоклассники говорят, что проза – это будни, а стихи – это праздник. Вот так они отвечают на вопрос, чем отличаются стихи от прозы. Проект «Стихи живут повсюду» стартовал два года назад, весной 2020-го. За это время было снято 32 выпуска, в которых лирические строки звучали из уст рабочих заводов и водителей общественного транспорта. Спортсменов, учителей, работников культуры, школьников и даже Дедов Морозов. На этот раз прочитать стихи решили сами сотрудники Видное ТВ. Долго шла весна тайком, от ветров и стужи, а сегодня прямиком шлепает по лужам. Гонит талые снега с гомоном и звоном, чтобы выстелить луга бархатом зеленым. Скоро-скоро быть теплу. Эту новость первой барабанит по стеклу серой лапкой верба. Скоро тысячи скворцов с домиком подружат. Скоро множество птенцов выглянет наружу. Тучи по небу пройдут, и тебе впервые на ладошку упадут капли дождевые. Автор проекта, методист историко-культурного центра Наталья Замарина предложила нашей редакции несколько прекрасных стихотворений о весне. Но апрель детского поэта и сценариста Якова Акима покорил всех за исключением. Радостно, что именно этот весенний сюжет наши зрители услышат из уст самого мобильного и живого молодого коллектива нашего городского округа. Честно говоря, я очень ждала, когда же стихи живут, придут к нам. Потому что на самом деле это интересный проект, мне очень нравится. С самого начала наблюдаю за ним и вижу, как участники вдохновляются этими стихами. Вроде бы что-то вот такого, прочитать стихи. На самом деле, ведь весна пришла, мы сейчас прочитали стихи о весне, и мне кажется, стало немножко теплее. Мы решили сделать этот выпуск о весне, о хороших новостях, о том, что обновления происходят в мире, что мы ждем каких-то ярких впечатлений. Хорошие, добрые стихи Якова Акима про весенний месяц нам очень понравились. И мы решили, что мы их прочитаем всем коллективам. Где будет снят следующий сюжет? Проекты «Стихи живут повсюду» пока секрет. Как говорится, следите за эфиром и читайте поэзию, как мы. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Желаю вам всего доброго и до свидания.